Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Хочу показать вам, какая у нас заунывная погода. Целый день льют дожди. Вот так все печально. Градуса 2-4 тепла. И как-то прям не ас. Расскажите, пожалуйста, как вы себя в такую погоду раскачиваете на какие-то дела? Я прям не могу. Я целыми днями готова лежать. И лежать, и ничего просто не делать. Тупо. Сейчас заставила себя сесть и снять обзор каталога 15-го Эйвена. И на всех брошюр. Я просто поняла, что я говорю одни сплошные гадости. Видимо, действительно я перенасытилась Эйвен, и косяки мне их надоели. Так что, скорее всего, я сейчас это видео удалю. Не буду его опубликовать на канале, потому что, ну, мало чего хорошего. Осталось действительно в Эйвен, и цены задрали жутко, вообще просто жутко. Мне не хочется там делать заказы, честно. Я не знаю, я что-нибудь новенькое, возможно, для себя попробую. Вы пишите, что хотели бы увидеть на моем канале нового, какой-то новый контент. Возможно, Арифлейм сейчас многие скажут, да? Не знаю. Посмотрю. Я уже Эйвен сытопа горло, и совсем вот мне прям не хочется. Я заказ делать буду по 15-му каталогу. Я его сделаю, скорее всего. Но, возможно, он даже будет последним. Не знаю. Вот такая вот игра у нас сейчас была дома, да? В такую погоду. Чем занимаемся? Ребенок решила с туалетной бумаги себе построить дом. Вот такой вот дом она себе построила. Здесь лежала, отдыхала. Дом шикарный, просто потрясающий. Да, игрушки уже тоже все надоели. Сидим дома. А сейчас ушла к соседу. А мы с вами что-нибудь вкусненькое приготовим. Так, девчонки, сейчас будем готовить мой самый любимый пирог. Что нам нужно? Форма. У меня есть фикс прайса, люблю их, обожаю. Для начинки. Этот пирог может делаться и без начинки. Он может быть просто сметанником. А может и с начинкой. У меня здесь потертое одно яблоко. Думала, сделаю яблочное. Но что-то у меня одно яблоко всего оказалось. Поэтому два мандарина раздербанила сюда, где были косточки, вытащила. У нас будут с вами мандарины. Яблоневый яблочный пирог. Так, нам нужно 100 грамм сливочного масла. Нам нужна сметана. И нам нужна мука. Первым делом, что с вами сейчас будем делать, мы будем с вами сливочное масло растирать с мукой. Это у нас будет основа. Так. 100 грамм где-то сливочного масла. Немножко сейчас оставим с вами, чтобы смазать форму. Муки. И я на глаз всегда делаю, девчонки, в два раза больше, приблизительно, крамм 200, чем сливочного масла. Даже побольше, наверное. Мы с вами делаем по типу песочного теста что-то, да? Даже не в два раза больше, а гораздо больше. Наверное, раза в 4, чем масло. У нас должно быть муки. Мы делаем с вами песочное тесто. Мы туда ни соль, ни сахар, ничего не добавляем больше. Перетираем просто вот так руками. Я видела как-то этот рецепт называется Цветальский пирог. Он был там с яблоками. Кто как его называет, в общем. Но мне он очень нравится. Даже если его делать без начинки, а просто делать начинку, но заливку точнее, сметанную, то это получается классический сметанник. Очень вкусный, нежный и потрясающий. Так, вот таким образом мы с вами все растираем до более-менее однородной консистенции, такой пластичной, которую мы потом с вами будем выкладывать в форму в виде подложки. Тесто должно быть такое песочное. Тесто по типу тесто для лепки, да? То есть оно может легко руками слепиться вот в такой комочек. Так, девчонки, теперь в смазанную форму наше тесто выкладываем и распределяем. Делаем бортики для нашего пирожка. Вот так растягиваем. И нам нужно обязательно сделать с вами бортики. Так, видно? Растягиваем, растягиваем, растягиваем. И вот так пальчиками слегка вытягиваем наверх, делаем бортики. Потихоньку. Вот так это все дело выглядит. Теперь нам нужно сделать с вами заливку. Так, я сейчас возьму вот такой, наверное, стаканчик. Заливка у нас из сметаны и муки. Пару ложечку таких. Ну, это получается у меня ложек 6, наверное, 7 сметаны. Добавляем сюда где-то 1-2 столовых ложки муки. И немножко водички. Ой, кстати, я вам не показала вот такой вот подарок от моего наставника Фаберлик. Сейчас покажу. Это вот такой красивый чайничек Скарлетт. Ну, за достижение определенных, скажем так, баллов, не баллов, званий. Да, у меня звание новое Фаберлик. Ну, вот она мне подарила вот такой вот подарочек. Это чайник. Так, мы сюда сейчас с вами добавляем немножко водички. И все это дело перемешиваем. Это будет наша с вами заливка. Туда же добавляем немного сахара. Слушайте, я что-то сахар у себя не нашла. У меня осталось тут буквально вот. Сейчас я это все насыплю. Сахар кончился. Оказывается, вот захочешь приготовить пирог, да все покончается. У меня тут возникла идея фикс. С гениальной, девчонки. У нас, у меня стоит коктейль малиновый. Фаберлик Велнесса. И я знаю, что из него девчонки и блины готовят, и пироги, и пекут. Как бы мне вам показать, и пекут все, что хотят там вообще еду. Почему бы нам с вами его не добавить в пирог? Он же сладкий. Сейчас возьму вот так одну, две ложечки с горкой. Добавлю. Также витаминчики. И так далее. Представляете, какая мешанина сейчас получится. Ядреная. У нас с вами малиновый коктейль в заливке на мандарины и яблоко. Это вообще круто. На самом деле, да. Я великий, конечно, экспериментатор не только в косметике, но и в готовке. Я не люблю обычные, скучные, классические рецепты. Я всегда их чем-нибудь украшу. Нам, девчонки, с вами сюда и фрукты не нужны. Нам можно было бы сделать просто вот на одном на этом коктейле заливку. Но если уж мутить, так мутить. Так, сейчас мы с вами начинку выкладываем. Мандаринки. Яблочко. Мне кажется, будет вкусно. Мандарины, вот такую кислинку давайте. Хорошо еще сюда добавлять, если у вас есть ванильный сахар или просто ванилин. У меня его тоже опять нету дома, как всегда. Так, выложили начинку. И теперь заливаем наши с вами чудо заливкой. Вот так все это дело. Мне кажется, будет вкусненько все равно. Здорово должно получиться. Самый первый мой пирог мне подруга, рецептик рассказала. Я у нее его кушала с вишней. С вишней, девчонки, вот в этой заливке, вот эта кислинка от вишни, это невероятно просто. С вишней он невероятно вкусный. А так вообще, что хочет, стоит добавлять. Можно творог добавлять к сметане в заливку. Так. Все. Вот, собственно говоря, и все. Пирог быстрый. Теперь мы ставим с вами его в духовку на минут 30 при температуре 180-200 градусов. Но будете смотреть, когда вот эта корочка уже начнет хорошо так пропекаться, уже такая коричневая будет, значит, все можно вынимать, охлаждать. Девчонки, запах невероятный. Минут за 20 он у меня приготовился. Смотрите, начинка вот эта, она такая вот потрясывается, жиденькая. А тесто, оно уже покоричневело, видите, значит, все. Нам теперь нужно его охладить. Именно в холодном виде он подается, когда вот эта начинка застынет. Вот, и все будет здорово. Сейчас он будет стоять, охлаждаться, потом вам обязательно покажу в разрезе и попробуем с вами на вкус. Но запах стоит невероятно. Слушайте, что я там сотворила, придется немножко подождать, чтобы попробовать. Девчонки, вот так выглядит этот кусочек блаженства. Сейчас мы с вами вместе его попробуем. Я не могла ему дать остыть до конца, потому что у меня уже нет сил, хочу попробовать. Какая вкуснота. И он получился практически несладкий, вообще непритерный, потому что у нас с вами там сахар-то особенно не было. Здорово, мандаринки дают, да, такую легкую кислинку, свежесть пирожку. Мне нравится. Да, я люблю такой пирог во всех его проявлениях, с любой начинкой. Немножко, видите, падат мандаринов. Ой, девчонки, очень вкусно. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Кто не пробовал такой пирог, обязательно попробуйте, выбирайте любую вам, которая нравится, начинку. Я делала с грушей, делала с яблоком, делала с вишней. С вишней самый супер, если есть у вас замороженные вишни. Сейчас прям вообще красота. Ну что, красотки, день второй. Сейчас с вами замутим какой-нибудь уход. Давно вам не показывала вот эту масочку два в одном. Это Фаберлик у нас, артикул 1669. Она, кстати, есть в Фаберлик-клубе, за 1 рубль была, по крайней мере, если ее не убрали. Чуть-чуть у меня тут осталось, надо добить, отправить ее в пустые баночки. Я ее люблю использовать как умывашку, потому что как маска она очень тяжело смывается. Слегка застывает и глиняная такая у нее основа все-таки и тяжело смывается и руками, и спонжем, и щеткой, и всем на свете. В общем, мы сейчас ее с вами используем как умывашку утреннюю, да. Она очень круто сужает поры, вычищает поры, но это временный эффект. То есть пользуйтесь, у вас суженные чистые поры, не пользуйтесь, все возвращается на круги своя, потому что это внутренний процесс. Так, сейчас найду свою щеточку и приступим. Слегка намочила лицо, намочила щеточку, она такая плотная-плотная и густая-густая. У меня, наверное, ее и осталось как раз на одно применение, ее очень тяжело выдавливать всегда из тюбика. Невозможно. Но продукт очень крутой, действительно работающий. Что касается черных точек, да, мне больше нравится так щеточка, потом проще ее смыть. Проходиться по лицу можно оставить на две минуточки максимум, а то начнет застывать. И хорош. Такой же достойный эффект, как отмазки получаются, поры очень чистые. Походу, девчонки, у нас все такая же заунывная, только вот дождя сегодня пока нет. Но я думаю, он еще начнется. А, еще хотела вам пожаловаться на Ифроше. Представляете, вчера отправила заказ по новогоднему каталогу. С новогодними лимиточками. Он уже сегодня, между прочим, в Туле. Скорость, конечно, потрясающая. Но я сделала заказ на пикпоинт, чтобы не переплачивать почте. Потому что, если делаешь на почту, да, там еще на где-то рублей 100-150 почта берет себе. Вот. Я сделала заказ на пикпоинт. Мне, наверное, через час буквально приходит трек с почты России. Я по весу понимаю, по сумме наложного платежа, что это Ифроше, я пишу им на почту. Что за хрень? Я заказывала на пикпоинт. Почему вы мне отправляете почтой? Очень интересно вообще. То ли у них так сайт глючит, ну, скорее всего. Потому что были косяки, когда я заказывала в самом начале один подарок, мне приходил другой. Я писала, почему. Они говорят, что у нас вот так сайт работает. И прежде чем отправить заказ, вам нужно почистить кэш, почистить историю браузера и так далее. Вот. И потом только отправлять заказ. Иначе наш сайт может тупануть и выбрать тот подарок, который хочется ему. Вообще, конечно, здорово. И они мне присылают ответ. Ой, благодарим вас за интерес к нашей марке. Какой интерес? Я с жалобой к вам. И вы, пожалуйста, свой заказ заберите, а потом обратитесь к нам, чтобы получить компенсацию. Представляете? Я, конечно, за 100 рублей там и не собираюсь им писать, чтобы они мне их возвращали. Но, тем не менее, косяк, конечно, такой весомый, да? Захотели и сами выбрали другую доставку. Вообще, очень интересно. И Фраше такая крупная компания, да? И такой у них глюченный сайт недоделанный. Я, конечно, подрастроилась. Ну, ладно, зато уже сегодня посылка в Туле на сортировочном центре. Может быть, к вечеру уже придет. Доедем до почты. Хотя очень не хочется по такой погоде вообще вставать с кровати, выходить куда-то, тем более вообще жуть. Очень не хочется. Так, все, щеточка проработали лицо. Теперь смываем. Все, девчонки, лицо идеально чистое, поросоженную. Вообще, у меня от этой маски только восторг. Вот сколько я не пробовала разных масок и средств от черных точек, вот это вот имеет самый действенный эффект. Дальше хочу использовать восстанавливающую маску сливки от Биомики. Она очень круто увлажняет. Увлажняет, тонус кожи придает. Это прям действительно такие, как косметические сливочки. Очень приятные, нежные текстуры. Серия Биомика для меня вообще противоречивая Фоберлик. Потому что мицеллярка чуть ли всю кожу мне не выжгла. А вот масочка очень достойная. И я слышала, многие девчонки хвалят гель для умывания из этой линейки. Возможно, как-нибудь до него и доберусь. Так. Везде наносим. Такие маски я и навеки наношу, девчонки, потому что она увлажняет, векам это не помешает. Она не засыхает. Она так и остается кремовой на вашем лице. Маска очень достойная. Артикул, сейчас вам сразу скажу. 12.51. Вот так. Красота. Страшная сила. Масочка будет на лице 15 минут, потом к вам вернусь. Смыла маску, девчонки. Лицо такое свежее, упругое, увлажненное. Мне очень нравится эффект после нее. Теперь хочу пройтись тоником из линейки N4W. Кстати, очень крутая линейка, девчонки. Без спирта и для подростковой кожи, и для зрелой комбинированной кожи. Очень крутая линейка. Сейчас пройдемся с вами лосьончиками. Одношка такая деликатная. Очень ценно, что без спирта. Потому что, ну, даже комбинированную кожу не рекомендуется сушить. Хотя я очень люблю подсушить свою кожу. Но не рекомендуется. Говорят, если подсушивать комбинированную жирную кожу, она будет в ответ еще больше выделять себума. И будет еще более жирной. Кстати, хочу заметить. Это не лишено смысла. Потому что, когда я отошла практически совсем от глиняных масок, которые на лице застывают в корку, у меня стал тип кожи больше нормальной, нежели комбинированной. Серьезно. Что мне повязка как-то так одета? Странно. Так. И крем из этой же линейки матирующий. Тоже классный. Нравится. Не сказать, чтобы он прям сильно матирует. И прям лицо ваше идеально матовое. Но и не пересушивает. То есть здесь совмещено все. Легкое мотирование, увлажнение. Ну и скорее всего борьба с какими-то недостатками. У меня просто они практически никогда не бывают. Поэтому не могу вам сказать, насколько он в этом плане эффективен. Сначала даже блестит. Видите? Ну сейчас впитается. И все время я забываю, девчонки, для крема вокруг, для кожи вокруг глаз. Это у меня уикенд. У меня их стоит огромное количество в запасе различных. И я все время про них забываю. Но надо все-таки пользоваться. Надо добивать. Что же они стоят-то? Кто, девчонки, спрашивала, крем из линейки уикенд, артикул 01113. Это не крем, это гель. И вот для тех, у кого много вопросов было по этой теме под видео в последнее время, для тех, у кого нависшее веко, и кто терпеть не может тяжелое структурное веко, это вот ваш вариант. Он очень легкий. При соприкосновении с кожей он практически моментально тает. Поэтому кому крема другие утяжеляют до века, тем вот сюда. Кто не боится тяжелых кремов, у меня так же стоит, надо потом в использовании поставить, добить сначала этот варио. Кто не боится тяжелых кремов, кто любит более плотные крема на веко. Мне и те, и те подходят, но пока я как-то вот люблю поплотнее, если честно. Но варио он нравится мне тем, что он действительно, вообще вся линейка, не варио, уикенд, дарит свежесть какую-то, в том числе и на веки, когда наносишь. Не скажу, что прям темные круги моментально исчезают, но все равно он работает. Он работает направлен на то, чтобы свежее делать взгляд и разглаживаются оптические морщинки мелкие, мимические веки как-то. Не знаю, не сказать, что приподнимаются, но вся линеечка уикенд для меня до сих пор фаворитов. Я ее очень люблю. Так, ну все, уход с вами закончили. Все отлично, все замечательно. Ну и на этой ноте буду с вами прощаться. Надеюсь, что мое видео было вам интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.